Этапы регионального конкурса исследовательских работ и творческих проектов, в котором принимали участие славянские ребята, стали для них ступенями для роста. Алиса и Максим Мерц учащиеся 17-й школы в числе самых активных. О них мы и расскажем в нашем репортаже. Время первых открытий. Для этих ребят наступило очень рано. Алиса учится во втором классе и стала самым юным призером регионального конкурса исследовательских проектов школьников Эврика. В копилке достижения ее брата Максима уже много побед, в том числе всероссийского и международного уровня. Максим Мерц занимается изучением омагниченной воды, которая получается при помощи специального прибора-омагничивателя. Такую воду можно использовать в медицине или в сельском хозяйстве. Я начал изучать магнитные поля, так как эта тема меня заинтересовала, ведь магниты используются в поседневной жизни. А о свойствах их мы знаем довольно-таки мало. Поэтому я решил заняться их изучением. Кроме того, я ставил перед собой цель найти практическое применение своим исследовательским работам. Омагничиватель за счет воздействия магнитного поля на воду меняет ее свойства. Данные свойства можно использовать во многих сферах, начиная от сельскохозяйственной деятельности и заканчивая даже медицинской сферой, так как появляется большое количество полезных свойств в виде ускорения проращивания растений, улучшения растворения различных веществ в этой воде и многое-многое другое. Научный руководитель Максима – учитель биологии Лариса Шинкарева. Она старается всячески содействовать одаренному школьнику. Я как научный руководитель только подкидываю им идею, говорю, какой у нас очередной предстает исследовательская работа. Родители тут же подхватывают и мы ищем основу, где мы можем соприкоснуть физику, допустим, с биологией. Потому что я учитель биологии. Поэтому огромное спасибо данной семье. Они всегда поддерживают. Любая научная работа – это, конечно же, и материальные вложения, потому что любой прибор, который бы мы ни собирали, это всё необходимо, да, тоже и деньги. Ну и, соответственно, чем можем, тем и помогаем. Очень важна и поддержка родителей. Алиса Мерц с раннего детства росла в атмосфере исследований и научного творчества, что помогло ей самой попробовать свои силы. Она представляет термоэлектрогенератор для преобразования энергии тепла в электрический ток. Мы пошли в поход. Мы взяли с собой пауэрбанк. Но пауэрбанк рано или поздно разрядился у нас. Поэтому, когда мы пришли домой, мы задумались. Мы задумались. Какой источник аналивый может быть всегда под рукой? Так ведь это же огонь. Его очень легко получить и несложно поддерживать. Нужно только запустить достаточное количество содров. Мы взяли полезную информацию из интернета и своими же руками создали термоэлектрогенератор. Такое устройство. Постоянно поддерживает Алису ее научный руководитель Елена Серикова. Конечно, очень тяжело найти ребенка способного, заинтересованного, которая сможет участвовать в таких непростых конкурсах, как «Я исследователь», «Эврика юниор», «Малая сельхозакадемия». Алиса во всех этих конкурсах участвовала. Занимала не только призовые, но и становилась победителем. Надеюсь, мы дальше будем искать тему и будем работать. Юные исследователи пытаются не просто получить готовую информацию, но и найти ответы на интересующие их вопросы и изобрести что-то новое. Уровень и глубина исследований, творческий подход и масштаб проектов приятно удивляют. Ребята ставят перед собой серьезные задачи, стараясь их решить, и им это удается. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».